здравствуйте друзья 25 ноября сегодня да только что только сэнкс гивинг у нас отмотал и вот пожалуйста уже новогодняя атмосфера мы с вами в магазине код что пахнет прямо прямо пахнет ну ты знаешь что это пахнет но что-то нич не понятно чем нет ну хорошо хорошо пахнет хорошо это давай кроме елки что у нас вот там какие-то игрушки вот там это просто украшение паровозик там какой-то олени да новогоднее настроение создается библейские картинки это я так чувствую что юный юный иисус дева мария так вся мышь пуха смотри все на месте да все несут это не надо не надо твоих интерпретаций ну несут цвета по-доброму несут по-доброму несут так лампочки лампочки хорошо бумага завертывать подарки друзья совершенно необходимо для праздника заворачивать подарки на сказать что остается этого надолго так вот купишь рулон потом несколько лет заворачиваешь а это ленточки бантики делать кажется что такая бобина а там на этой бабе не потянула весь остается так а на этой бабе не в общем то обычно немного это на коробочке навешивать какая-то что такое несъедобное нет нет несъедобное друзья так чисто декоративное все так это почтовые открытки о смотри-ка игрушки за 15 долларов друзья вот такая коробка из 10 игрушек такая и такая и такая вообще надо сказать что елочные игрушки здесь очень дешевые не считая тех которые дорогие есть безумно дорогие вот пожалуйста 6 штук за 13 долларов а вот такие шары 4 шара 15 уличного украшения на уличном это не не для дома не очень большие но я даже не знаю вешай где хочешь надо сказать что как только праздник кончится но не то что за 15 она там за за 2 доллара пойдет ну так пока перед праздником еще за месяц друзья и это далеко не самое новогоднее место вообще нет такой ширпотреб да который все покупают и в общем то он недорогой вот венки венки как не настоящий кто-то недавно рассказывал что только они приехали и увидели венки в магазине мэйсис и говорят наверно владелец умер потом выходит и по улице венки на дверях думает наверное большой был человек что всюду вот так выкидывают наверное 30 с шариками если бы мы с тобой этим интересовались так может быть мы бы знали где хранить мы друзья не вывешиваем ничего такого это 40 долларов ты смотри вот эти по 40 долларов хотя вроде уже без игрушек да ну-ка тут кто мама родная ангелочек вот пожалуйста статуя ангела вы видите рука из чего гипсовая какая-то для тех кто увлекается биткойнами коллекционированием биткойна друзья буквально за 2300 долларов вот такой сейф для биткойнов заодно можно конечно и золотишко там и даже пистолет хотя для пистолета может быть отдельные условия что такое что хочешь масик что это что это на смартфоны ну да очень актуальная вещь вот света ведь может прикупить это очистители воздуха друзья после тех пожаров которые вроде затихли и воздух стал естественным образом чистый я хочу сказать одну вещь делом что неделю назад и купить было невозможно совершенно да я не знаю продавались ли они здесь пишет из тоже был не очень хорошо свой да наши просто не было купили а на амазоне предлагали после 1 декабря доставка до это что они здесь есть так вот я думаю у нас есть вообще-то но они уже старинки не с этих мы пока не будем пожар у нас не то что круглый год поэтому сейчас смысла нет движемся дальше смотрите какие книжки продают эти прямо таким набором много вот пожалуйста бог иллюстрированная коллекция а тут просто книжки чего тоже герри поттер чего только на свете не бывает друзья чего только за деньги нельзя купить так скажем это тоже понятный предмет вполне понятный а вот national geographic вот видите national geographic про птичек смотрите как птички до костка известен тем что здесь вот такие книжки продаются как бы сказать ну не энциклопедии но такого типа тоже да это уже что-то присмотрела так принцесс брайт ну и что там какие-то читать трудно на такой темные бумаги на ничего светлана друзья у нас увлекается сушением сушкой да не она не только квасит она еще сушит у нас есть прибор специальный и вот этот прибор ты хочешь брать вот эти сливы на сушку может быть какие-то попроще взять зима сейчас ничего другого нет это не шикарные сливы яблоки изумительно сушатся друзья вот скажем хуже всего это цитрусовый даже вишни сушила на нее не очень долго не пошла да а вот я бы яблоки сли яблоки груши сливы персики груши груши очень хорошо очень хорошо и киевики я люблю их они получают кислую я не очень и очень приятный со сладкими 18 долларов друзья за три вот таких гранаты граната так скажу вот не слабо не слабые гранаты как можно такими гранатами можно много подорвать и как они по размеру так подобрались то вы видите друзья совершенно не обязательно самому выращивать лимоны у себя на участке вот за восемь долларов мешок в 5 фунтов вот он апельсины друзья 13 долларов 13 фунтов я извиняюсь фунтов 13 долларов 11 вот написано ведь как салями продают так вот подклеиваю так как две пачки две пачки это у нас что получается за 14 долларов ну на килограмм 14 долларов килограмм салями гачана еще лоу-содиум то есть такая малосольная как бы за пятерку друзья за пятерку можно взять вот такую курочку запеченную а вот за семь пятьдесят вот ребрышки ну и конечно друзья праздник тут масса всяких коробок с печеньками конфетками вообще в америке популярны из бельгии из швейцарии из германии но особенно из бельгии вот такие изделия вот вы видите много разных они на самом деле не связаны напрямую с новым годом это абсолютно в любое время такие они продаются но вот может быть сейчас чуть побольше в той же линейке продуктов такие подарочные винти такой ананасик деревянный 20 бакс мы найдем на самом деле практически ничего нет там сухопрофе ну как подарок замечательно так вот коробки подарочные порог коробки 6 коробочек в одной так а тут что коллекция шоколадных таких сказать даже не знаю как так это по-русски по назвали вот эти вот капс таких чашечек стаканчиков не знаю как так баклава баклава вы знаете да что такое баклава правда вот восточные сладости такие 12 долларов так коробки там 13 долларов коробка вот как-то шоколада сорти и вот вы видите друзья щелкунчиков вот этих вот а внутри у них это только так коробка а внутри у них что-нибудь вкусное светочка чего-то там высматриваешь вот они они все время выносят новые упаковки да вот это гималайская соль обычно здесь в кустка продавалась такая большая большая вот так папок� саль а вот это вот мельница да который позволяет сделать более такой размалывает рамал Dorothy это мельница была одноразовая эта сие нельзя было скрутить а сейчас она едет в комплекте если 2 бутылок и очевидно это мельница скручивается ее вешается на другой выток что очень удобно и Ethernet и не сообщающиеся баноча да и вот эту мельницу можно закрутить что очень удобно что когда соль кончится вот можно купить там ее больших упаковках вот таких например да у меня есть она более такая большим образом взять сразу вот это она похожа толченая потому что у меня есть сумма вот такая толченая больших гранул и и не чужая что она по цвету отличаются вот эта светленькая розовина потому что если ты это растолчешь на будет светлее естественно да поэтому я то есть ты берешь так чтобы самой растолочь у меня просто есть такая банка и получается она без пользы понял я друзья очень переживаю за хозяек столько всего и как они выбирают что взять что цвет как ты вот вообще как ты справляешься столько всего ты нибудь и не пробовал 11 процентов из этого но вот тут есть на прилич который мы не да например вот это вот штука очень классно это просто сушеный это там лучок сушеный сушеный лучок да какой порубленный да вот у него в ингредиенте ничего кроме лука не написано сейчас я хочу найти это ингредиенты по-русски тоже можно сказать продать да подожди я просто пытаюсь найти где это написано свет очень внимательно вычитывать не добавили ли туда что-нибудь кроме органического продукта нет даже не обязательно кроме самого продукта надо сказать что добавлять они здоровы и иногда самые безобидные вещи такого напихают хотя рядом в общем то можно найти и довольно чистенький поэтому это уже берем чеснок да это чеснок то есть сушеный очень ну света я хочу сказать что чеснок и лук это не то что надо знать то есть все знают чеснок и лук суши на вот это ты посмотри гранулами мокрый мокрый обратите внимание друзья это относительно новый продукт вот женская heat пент и мужское 7 долларов но тут было бы 9 но они тут на пару баксов снижают как бы споднее такое да но тепленькая тоненькая цвета ты пробовала такую очень классно под любой свитерочек какой-то на принципе который черный она выглядит на что у него еще лук по продаванию она не копчел он чуть-чуть плотнее но на самом деле она вот одеваешь и ты чувствуешь что вот она тепленькая друзья света сейчас меня заснимет я буду примерять кофточку называется мужской мужская куртка с капюшоном это это ткань а выглядит как замша как брезент такой ну да это такая грубая ткань он типа тепленький знаешь это на снег куда-то куда по нашей погоде такую носить и они но она сидит на тебе хорошо но просто по нашей погоде ты не будешь вообще никуда девать хотя бы я знаю что сидит до сидит это хорошо вот печерком пойти погулять когда зима там но она очень хорошо зяночем грубая да ну попробуй она не очень грубой но ну тиму бризер города буквально нежные бризер но сидит хорошо нас как я вообще люблю вот эту форму бомбард джакет один черненькая тут почему-то смотрится как-то богатую а этот смотрится как-то кученько не знаю почему он не маленький мне этот ларчик вполне по размеру ну как-то тесновато не ну не знаю она как-то действительно непонятно куда надевать по нашей погоде но это тут мне такое ощущение как рабочая одежда как будто я на стройке где-то там с гариком прорабом за 50 долларов друзья женская куртка 3 в 1 система курток 3 в 1 света давай мы сейчас на тебя наденем ну хорошо давай посмотрим что полагаете тесновато да но почему три куртки если пишет то есть одна курточка тонюсенькая вот эту вторая курточка сверху на нее наделась фактически две куртки одевается вот так тоненькая курточка давай сверху давай о может быть третьим будет капюшон который у тебя сверху там как она смотрится смотришь или как космонавт цвета вот друзья это уже фирмы левайс левайс оба ну это вообще смотрится как как ватник если тот еще выгодные фирмы левайс кармашки хорошие но она вида не имеет вообще если то еще хоть и какой-то видами то это вообще не не красиво она смотрится как военный бушлат мы может желтый каш померить но она все равно кое-что цвета пуховую такую меряет штучку 40 баксов фирма эдди бауэр но тесновато нет это large размер это large у тебя на рукаве это large ну покрутись ну немножко тянет тебе тянет чуть-чуть тянет найден найден правильный размер на нем бирочка зеленого цвета там не только буквами там еще и по цвету размеры разметили этот экстра large а этот уже кажется великоватым смотрим друзья на светлану она похудела постройнела и ее даже белым цветом теперь не заполнишь а большой большой да вот насколько тебе large был маловат вы покрутись этот не ну во всяком случае он не тянет ты знаешь что он не тянет хочешь такую штучку теплую ру карманы у нее вот тут это пуховая она не очень длинная а такая три четверти вот three quarters ты думаешь